Рейн Метал Скорпион Рейн Метал Скорпион На ютубе много роликов про этот танк уже Все его хвалят Мои коллеги все говорят что это один из лучших Если не вообще лучший премиум танк в игре за всю историю существования То что даже Type 59 там какой-нибудь рядом не стоял То что must have надо брать И у многих зрителей из-за этого сложилось такое впечатление Мне об этом даже писали Что ну как-то попахивает проплаченными обзорами Этот танк новый появляется Тут же все хвалят Ну естественно мысль одна Могу вам сказать что я посмотрел множество обзоров И ни разу я никого там не мог поймать за язык Что кто-то там ляпнул что-нибудь не то Или как-то исказил факты Или слишком сильно хвалил Просто у многих людей реально бомбануло И даже из-за этого танка То есть настолько был сильный шок Что дескать ну как так У нас куча премиум танков в игре Которые даже рядом с ним не стояли Так это или нет мы ребята узнаем По ходу сегодняшнего видео Будет большая теоретическая часть После того естественно мы с вами поиграем на нем В прямом эфире все будет нормально Итак Сразу говорю первый тезис То что у машины нет аналогов То есть нельзя сказать что вот Можно взять какой-нибудь танк И примерно понять что из себя представляет этот Единственные два танка которые чем-то напоминают Первый это борщ И то тут с очень большими Этими различиями И второй это чередер Который ну с чуть меньшими различиями Но тоже значимыми Вот это те два танка которые наверное Вот это симбиозы В какой-то степени Да то есть Взяли все лучшее от обоих из них И ребята Первый тезис Самый наверное такой любопытный То что у машины реально есть полностью Вращающаяся башня Не как у прототайпа Не как у Т110Е4 На 360 градусов вращается Причем вращается с вполне себе Вменяемой скоростью почти в 19 градусов в секунду Конечно это не очень много Да это медленно Но для ПТ этого более чем достаточно Конечно крутить будет тяжело там кого-то Да ну то есть ну как тяжело Надо будет заморачиваться Но в целом да как бы Ну крутить на ПТ это вообще звучит довольно странно Но тем не менее Башня вращается нормально И для меня это очень большой плюс Потому что я не люблю в последнее время ПТшки без башни Я очень давно на них не играл Я совершенно отвык Я чувствую себя крайне некомфортно На ПТ без башни И здесь этой проблемы нет Это такое первое серьезное достоинство Второй плюс Скорость Я думал честно говоря До того как еще на нем покатался Что ну где-то там 40-45 едет Знаете ну так неплохо да хорошо Но не более того 60 максималка Он набирает ее не всегда То есть Ну с горки понятно По асфальту По прямой да Но в основном вы будете ездить Со скоростью километров 50 Что тоже очень круто Это скорость ФЦМ Или Панзер 58 МУЦ То есть это по сути Да Быстрые премиумные танки И Это здорово Потому что я не люблю медленные машины Меня раздражает Лев Да Потому что он еле ползает Здесь такой проблемы нет Уехали Поменяли фланг Пожалуйста Приехали куда угодно То есть С динамикой проблем никаких Абсолютно Бронирование Это очень часто называют Минусом этого танка Соглашусь наверное в целом Да действительно Ну чем меньше брони Тем хуже Это ни для кого не секрет Но В нашей игре Если делать как бы Бронирование минусом То у нас половину танков Да какую половину Две трети танков Можно зарезать Да То есть сказать что Говно из этого Брони нет Пробивает все И всегда Фугасами Не важно кто И чем по вам стреляет В любом случае Вы получите урон Просто при миде Это как факт Арта Ваншотит Начиная с 7 уровня Артиллерия Ее дамага хватает Чтобы вас грохнуть С одного выстрела Поэтому Нежелательно допускать Ну я понимаю Как это звучит Да Нежелательно Можно подумать Мы прямо специально Все под арту Подставляемся Но тем не менее То есть На этом танке Это реально опасно То есть тот же Панзер 58 Муц Он все таки Не всегда ловит Ваншоты Далеко не всегда Или ФЦМ Вообще редко ловит Ваншоты Здесь такого нет То есть Часе ДШ Наверное Самый близкий В этом плане По Ну вот Страданию От артиллерии И от отсутствия брони Следующее Тезис Танк довольно большой То есть Маленьким его назвать нельзя Сейчас открою Лев Вы видите Что Лев Конечно шире Больше Да Но по высоте Они почти одинаковые То есть Маскировка У танка Прямо скажем Не фонтан То есть Не она неплохая То есть в том плане Что она лучше Конечно чем у Льва Да Но Это не борщ То есть Эта машина Она светится Если вы будете стоять В поле И настреливать То с дистанции Метров в 350 Вас уже будут 400 даже возможно Вас будут светить Поэтому Ну это на самом деле Правильно Если бы эта машина Еще и не светилась Это было бы вообще Жесть Поэтому Танк Не совсем Такой прямо Скрытный Супер снайпер Это тоже Важный тезис Следующая Характеристика Которая Ну наверное Самая важная Для любой ПТ Это орудие Да И здесь У машины Почти все хорошо Есть одна оговорка О ней кстати Никто из моих коллег Не сказал Я не знаю Может быть это конечно Мне показалось Но я озвучу чуть позже Маусган Пушка популярная Стоит куча Где там ПТ-8 ПТ-9 ПТ-10 Некоторые В общем Ставится много куда Как мы знаем В нашей игре Любую пушку Можно превратить В конфету Или в кусок говна При одном пробитии И при одной Альфе Просто меняя Показатели стабилизации Точности и сведения Здесь все хорошо Ну стабилизации У машины нет Сразу говорю Это ПТ То есть понятно Ну и то Я не могу сказать Что ее прям совсем нет То есть нет такого Что прям крупно Как у арты На весь экран То есть Но сходу стрелять Можно только в упор Прям вот вообще То есть метров 20-30 максимум Ну 50 может быть Но Точность 0.3 Причем здесь даже написано 0.29 Я не знаю Что из этого правильно По-моему Вот это динамические характеристики Видимо это идет Баф от командира Идет наводчику И из этого 0.01 Отобрали еще 0.29 На восьмом уровне Ребята Точность Сведуха 2.1 Для пушки Калибром 128 миллиметров Это очень быстро То есть Со сведением Проблем вообще никаких нет Особенно если Приводы поставить То есть Очень-очень быстро Машинка сводится Ну пробитие Маусгановское Стандартное Альфа 490 Тоже Стандартное ДПМ Примерно 2678 Это без братства Это без доппайков То есть Ну с доппайками Там можно Дотянуть Где-то до 2800 Может быть 2900 Даже точно не скажу Но ДПМ хороший Альфа хорошая Точность хорошая Что Вы спросите Плохо Вообще Может быть Есть одна особенность Я не знаю Возможно Мне кажется Вот Тут как бы Надо Более вдумчиво Оценивать Я думаю Что со временем Это разъяснится Но мне показалось Что у танка Странная баллистика Как вы видите Пушка Ну никак не короткая Да То есть Короткой Назвать ее нельзя Баллистика Немножко Напоминает Какие-то Фугасные танки То есть При этом Скорость полета Снаряда В принципе Быстрее Чем у фугасных Да Машину Всяких этих Бабахалок Но Она летит Немножко По параболе В принципе При точности 0.3 Это не критично Но Это может Вызвать проблемы В одной единственной Ситуации Когда вы стреляете По противнику Который едет Издалека Я стал замечать То что часто Уходит Снаряд Либо вверх Либо вниз То есть Вот такая вот Особенность Я думаю Что это дело привычки То есть Надо просто Больше кататься Тем более Я очень давно Не играл на танках С маусганом И может быть В этом дело Еще Я просто отвык От этой пушки Но Мне показалось Что баллистика Ну такая Не очень У танка То есть Не сказать Что прям Говно Но не очень Еще раз говорю Может быть Это просто Ну Мне так показалось Тут Надо Надо больше играть Надо Разбираться Сильнее Дальше Увн Очень важно Для любой Башенной ПТшки Потому что Например Чиретер взять Про который я говорил Он тоже быстрый У него хорошая Альфа 390 При этом Пушка От СТ-10 И чем-то Он даже похож Потому что Еще раз Быстрый Башня есть Да Пушка Жесткая Но У Чиретера У него Очень большие Проблемы с Увн Там по-моему Минус 5 Если мне память не изменяет Ну короче Здесь минус 7 Много это или мало Это нормально То есть Не сказать Что прямо Пушка гнется Вы прямо можете Из-за любого холма Высунуться Но и не сказать Что прямо приходится Всем корпусом Постоянно вылазить То есть Истина где-то посередине Гораздо более печально То что Пушка вверх не очень поднимается Всего плюс 14 И это проблема Потому что Ну Бывают ситуации Когда нужно стрелять вверх А у вас пушка У меня уже были такие На Эль-Халуфе Поэтому Просто надо это помнить И держать у себя в голове Вот и все Назвать это минусом Я не могу Это ну На самом деле Довольно-таки Такая Ну Несерьезная вещь Такая мелочь По большому счету Так Следующий Недостаток Небольшой Это обзор 360 метров Без бафов Ну Понятно Что сейчас у всех ПТ маленький обзор Но это мало То есть Желательно Вообще Вот я думаю Что в будущем Я наверное к этому приду Нужно поставить сюда Досылатель Оптику И рога Вместо приводов Приводы Не сильно нужны Танку У которого сведение 2.1 То есть Ну не очень сильно В принципе Я пока просто Экспериментирую Потому что Без рогов Без перков на обзор Обзор 396 Но если изучить Перки на обзор Они у вас есть Будет где-то 400 Примерно 10 415 Но это все равно Немножко маловато Вот Поэтому наверное Все таки Будет правильным Поставить сюда Рога Вместо Приводов Наводки Это мое мнение Говорю еще раз Я потом так Тоже поиграю Посмотрю Ну Должен был об этом Сказать То есть Ну нельзя сказать Что ПТ слепая Ну и нельзя сказать Что она зрячая Прямо Ну хотя с рогами Будет довольно таки Зрячая Хорошо Идем дальше Самое странное Что я увидел В этом танке Это то Что он Как-то странно Фармит То есть У меня были бои Вот я помню Где-то даже Если я не забуду Я вставлю У меня вроде где-то Даже за то же То ли скрин был То ли я короткий Видеоотрезок снимал Бой Где я настрелял 3000 урона Ну неплохо Для 8 уровня Нормальный такой бой Не сказать что супер Но нормально И 1000 насветил Там ну Саппорт Засвет И мне дали за этот бой 80 там по-моему 6 грязными При том что я стрелял Не со второй линии То есть не по чужому Не только Ну по чужому там было Пара выстрелов Но в основном стрелял По своему засвету И Ну согласитесь За 3000 дамага И 1000 по засвету 86 грязными Чистыми там было Вообще около 60 Это мало То есть Тот же ФЦМ Если бы я столько Настрелял на ФЦМ Там да Или на Т3-4 То мне бы дали Грязными 1100 А может быть даже 110 И чистыми было бы Где-то в районе 80 Как раз таки А то и может быть 85 То есть у меня Сложилось устойчивое впечатление То что у танка Зарезанный коэффициент фарма То есть это видимо Сделали специально Ну понимаешь Что на этом танке Проще настрелять там 3000 урона Чем на какой-нибудь ФЦМ И там же самым И из-за этого Ему возможно Я не утверждаю Это просто мои наблюдения Ему порезали фарм То есть В итоге фармит он Ну нормально Да Но все-таки Мог бы гораздо лучше Но я понимаю Что если бы ему оставили Там коэффициент Как у Яги 8.8 То эта машина В каждом бою Возила там по стольнику Да Это бы наверное Был перебор То есть скорее всего Здесь что-то сделали Вот это мое наблюдение Чтобы Просто многие могут подумать Оу Типа блин ПТ с такой классной пушкой Я буду наносить Каждому бою Там по 2500 среднего Да По той по 3 И у меня будет Дикий фарм Нет Не будет То есть Такая вот фигня Как итог Можно сказать То что Танк действительно Очень странный И уникальный Аналогов Нет Ну ближайшие аналоги Это борщ Который гораздо медленнее Но более незаметный И черетер У которого все-таки Гораздо хуже ВН И пушка Все-таки Ну пробитие Там побольше Но альфа На сотку меньше Поэтому Понять Что из себя Представит этот танк Невозможно Не играя на нем То есть понимаете Вам придется Ну либо Я не знаю Вслепую Ну как брать Вот исходя из обзоров Да в том числе и моего Либо Ждать тестового сервера Но что-то мне подсказывает Что не получится Потому что его будут продавать Скорее всего за реальные деньги Танк откровенно Имбоват Да Сильно имбоват Я не скажу Что это прямо Жесть какая имба Это все-таки не борщ Который расстреливает А с 200 метров И не светится Да Но Если их в рандоме Будет по 5 штук На команду Все накупят Будут проблемы В рандоме Как с тайпами Помните Тайп 59 В 2013 году Или в 2012 Были проблемы Там когда их Напокупали В каждом бою Было по 6-7 тайпов Ну играть невозможно Та же самая история Может быть Поэтому у меня Есть Скажем так Мнение То что картошка Либо его все-таки Еще понерфит Перед выпуском Ну что вряд ли На самом деле Уже поздно Либо Его быстро Уберут из продажи Как было Уже прецеденты были Был СУ-76 И если мне память Не изменяет И там его Очень быстро Убрали из продажи Потому что Все поняли Что это имба Поэтому Вот сейчас Будет практическая часть Дальше Где мы с вами Поиграем И если вы Сильно его хотите То мой вам совет Не тяните Да То есть Я сейчас никого Не как бы Не убеждаю Там не заставляю Не уговариваю Ничего покупать Мне никто ничего Не платил Не хотите Не покупайте Это ваше дело Я просто хочу Вас предупредить То что есть Хорошие шансы Что танк быстро Уберут из продажи То есть Он может там Буквально пару дней Быть Поэтому Если вам он нужен Сильно То заботитесь Как бы заранее Да То есть Купите сразу Такой вот Мой Анализ Подробный Был машины Именно в Реалиях Ну как бы Игры Да Теоретически Сейчас переходим К практике И посмотрим Уже что эта машина Способна Что она фармит Так ребята Переходим к практике Я чуть не забыл И не уехал Безренки В бой Понеслись Посмотрим На что эта машина Способна Что она фармит Что она нагибает Будем надеяться Что нам повезет И меня сейчас Не закинет Куда-нибудь Там я не знаю На мою любимую Тундру Например Которая у меня Что-то последнее время Дико горит Не знаю почему Утес В топ Неплохо Одна арта Не нормально В принципе Вот тут Сразу Встает дилемма Как играть То есть Как на классической ПТ То есть Занимать где-то тут Позиции Издалека Настреливать Или все-таки Пытаться играть Как средний танк Да То есть И реализовывать Свою альфу И свой ДПМ На ближней дистанции Конечно Если бы не было Вообще арты Да То конечно Вариант был бы Ну Мне кажется Второй Более предпочтитель Однозна Однозначно Но поскольку Арта Все-таки Есть Тем более Видите Я еще Такой Новенький Танчик То есть Есть такой Вот еще Момент Я забыл Про него Сказать То что Пока танков Мало Фокус идет То есть Просто Все хотят Убить его Да Вот И это Печально Может закончиться Поэтому Я все-таки Попытаюсь Сыграть Более-менее Агрессивно Ну так Ну В меру Агрессивно Все-таки Упарываться Не буду Потому что Сливаться Не хотелось В первом же бою Так Суперпершинг На голде Решил поиграть Хотя тут У нас Пробивать Особо Кроме 110 Это некого Голдует Вот А у них Довольно Бронированный Нам на самом деле Насрать Там Бронированный У них Сетап Не бронированный А 246 Пробоя Нам По Барбану То есть Пробивается Без проблем Любые танки Восьмого уровня В любой проект Ну Конечно Могут быть Там Борт КВ-4 Например Может Не пробиться В принципе Да Такие вот Моменты Так Тут все-таки Тут опасно Может быть Так Руди Ну Руди Не особо Я его не боюсь Понятное дело Хотя На этом танке Нужно вообще Всех бояться На самом деле Потому что Так Наобум Дал Вроде Промазал Блин У них Там Куча народу Назабиралась Это плохо Это плохо Они сейчас Будут Подсвечивать То о чем я говорил То есть Башни вертятся В принципе Нормально Мне вот не нравится Что тут куча народу Сейчас они начнут Меня подпирать И Это все Может очень плохо Закончиться Нет Все-таки Светить я не буду Совсем-то Не будем Упарываться В жесть Главное Главное Не слиться В первую Минуту Боя То есть Надо Маленько Подождать Да То есть Подождать Пока Народ Как-то Ну Пока Завяжется Какой-то Бой Скажем так Так Вот Я уже Наехал На какой-то Камень Так Вот Из 6 Там Раш Надо Быть Ага Все Понятно Так Даем Домашку Попытаемся Сразу Закатиться Он Промазал Не Забываем Про Арту У нас К сожалению Очень мало Людей Здесь И Все Внизу И Причем Они Стоят Все То есть То О чем Я Говорил То есть Уже Не Раз В Своих Видео На ПТ Народ Начинает Дико Пусто Дротить Да При том Что Ну Там Некоторые Машины Позволяют В принципе Ягд Пантера Та же Вторая Она Достаточно Быстрая Чтобы Чувствовать Себя Комфортно В принципе И В условиях Мой Фраг Ну Как Это Не Мой Фраг Был Так Сейчас Главное Торты Не Словить Так Надо Помогать На Обходе Нашем Там Уже Очень Плохо Все Или Валить Надо Или Помогать Одно Из Двух Наверное Наверное Лучше Даже Валить Но Уже Поздно Я Уже Не Успею Валить Валить Так, давайте подождем, пока пушка повернется Скорее всего, сейчас все закончится тем, что меня просто рта заберет Потому что я не негде прятаться Мне нужно как-то сейчас попробовать места шестого забрать Это бы очень было бы хорошо Сейчас бы КВ-4 еще хлопнуть было бы вообще огонь Правда он ваншотик, но как-то не страшно Ну вот, не пробил его Ну и Акрио просто отстрелялся на самом деле Так, сейчас главное не слиться арте Конечно стою на месте, но ребят тут особо не уедешь никуда Встаю, конечно Ну, так себе выстрел было Понятно было, что скорее всего не пробью, но Как-то же надо Так, все, надо, хватит, стрелять здесь больше нельзя Это уже реально плохо закончится Сейчас попробуем грохнуть, где 25 Вот видите, то, о чем я говорил, пушка не опускается Так, я в свете Так, ну раш у них захлебнулся, это хорошо Сейчас надо Львов раскидать и все будет Вот так наобум был выстрел Без сведения Все-таки стабилизации у машины нет особо Надо понимать, что это не средний танк, да Но, тем не менее, то есть Сведение быстро, это спасает машину То есть даже при том, что особо нет стабилизации Все равно можно нормально накидывать Именно исходя из того, что Просто успеваешь свестись Особенно со стабилизацией Вот это та причина, по которой я поставил сюда Я поеду просто вразмен на Львов Это та причина, по которой я поставил сюда приводы наводки Чтобы улучшить комфорт стрельбы еще сильнее, да Чтобы была возможность прямо вот, ну Агрессивнее играть Потому что рога все-таки подразумевают более пассивный геймплей Да, и я все-таки советую Если вы хотите играть, ну, поактивней, то Кстати, у них арту-то, наверное, давно уже убили Я все еще ее боюсь Что я даже как-то это Просто пытаюсь, как бы, рассказывать тактику, да И одновременно еще играть Ну, и понимаете, что Это не так-то просто Ну, вот такой первый бой Ничего сложного Рисковал очень сильно под артой, но Я вот не помню Ее вообще, может быть, в начале боя убили А я туплю Кстати, уже мастера дали 3000 урона, 80 тысяч чистыми 1000 насветил Вот странно, до этого Ну, тут, видите, весь урон был только по своему засвету Практически Да не практически, а только Вот, возможно, из-за этого Ну, на самом деле, опять-таки 3000 урона 1000 почти насветил Все по своему засвету 80 тысяч чистыми, грязными, 94 Это, ну, что-то не то тут Где-то, тут должна быть цифра где-то 110 Вот здесь примерно А здесь где-то 90 Потому что, ну, многовато То есть, как-то Может быть, я ошибаюсь, ребят Напишите Давайте еще откатаем Напишите Если я Что-то не так Вот, кстати, кинул в десятку Значит, забыл сказать Танк будет введен в продажу Ориентировочно 19-го числа И Ориентировочно Две недели Он будет в продаже Ребята Поэтому Как бы еще раз говорю Есть хорошие шансы Что его выведут раньше Если его Их будут покупать Просто десятками тысяч в день А такое может произойти Потому что его все хвалят Включая меня, да Может быть ситуация То, что просто Рандом сломается И в ЭГЭ Вы уберут раньше времени Поэтому Если хотите купить То, говорю еще раз Покупайте в первые какие-то Самые минуты Так, что у них по стэшкам Ну Главное, что у них барабанщик 54 и 1 Он не успеет доехать До позиции Раньше меня Вот А вот 54-ка может Ну, даже если я получу Или 62-ой Тоже может В принципе Если сильно повезет Если хорошо зареспил Короче, попытаюсь я Прорваться на позицию Ну, позиция всем вам знакомая Я думаю Все на этой карте ее знают И сейчас Заодно мы с вами Протестим скорость агрегата Вот я еду Видно, что Танку что-то мешает То есть, скорее всего У него Занерфлена проходимость Немного, да То есть, потому что У него очень хорошая тяга Вооруженности Максималка 60 Но вы видите, что Я по прямой Да, да Не сразу Но я набрал Свои 60 КМЧ Вот Ну, он падает До 50 Как я говорил Вот чаще всего Вы будете видеть 45-50 Да Цифры Но, тем не менее То есть, я по скорости Не сильно отстал от батчата Что, как бы Намекает на то, что Танк все-таки Достаточно Быстрый И Надо было сразу Пушку разворачивать На самом деле Зато я без палева Проехал Это тоже круто По Е5 Можно было Спокойно Отстреляться Но Что-то бат Не свелся Там, то ли что Но он Что-то как-то Я боюсь еще того Что бат Сейчас начнет Долбить Он засветится И Кинут по нему Попадут по мне У меня всего 1150 ХП И Какая-нибудь сотка Если мне Прокинет хорошо То Все будет печально Так У них тут Какой-то Странный Раш По первой Линии Я очень Давно Такого Не видел В рандоме Ребята Вы вспомните Когда Последний раз Вы видели Раш Не по первой А по линии Джей Получается В данной Ситуации Это Реально Редкая Какая-то Хрень То есть Такого Обычного Сейчас Если они Попрутся Все-таки Начнут Выезжать То мы Покидаем Не пробил Ну это Просто Что-то Не портануло Сильно Так Центурион Сейчас Конечно Наказать Бо Еще Оп 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 Так 704 Тихо Сучка Да что ты Такая Тупая Мразота Че ты Двигаешь Меня Блин Он пробил Я не пробил 704 Это реально Печальная Херня По-моему Тоже Проман У меня такое ощущение Что я тоже Проман Вот народ Бесит Я стою На ПТ Ну че ты Меня двигаешь Олень Вот реально Ты конченный Или че Давай Подопри меня Что-то Ребята Вот не идет Я не знаю Я конечно Криво Сейчас выстрелил У меня просто Увенов не хватает Я побоялся Вылазить Корпусом Вот Но я Я просто Зафейлил Кучу Выстрелов Уже Где можно Было Спокойно Нанести Дамаг Я просто Все Посрал Вот Реально Два Урона Один Вот из Этого Мудлана Который Меня Двигал Второй Сам Закосячил И у нас Льется Ну хотя Не так Сильно Льется Блин Тут можно Было Тоже Еще Один Выстрел Запринял Че Тороплюсь Как-то Я не знаю Надо Это Посерьезнее Как-то Сейчас Собраться Надо С силами Смыслами Потому что Я Че То Фейлю Ребята Это Не Это Ну конечно Опять Не хватило Скорости Дебильнейший Бой Я Просто Я бы Вырезал На самом Деле Потому что Это Просто Фейл То есть Это Дикий Фейл И вот Тебе Надо По мне Обязательно Сучка Остреляться У меня Тут Еще Два Танка Ну вот Ей Богу А Не Пробил Еще В НЛД Его Да Тут Угол Конечно Был Неудачный Но Все Это Все Ребят Бой Просто Говно Такое Тоже Бывает Ну и Фейлы Мои Плюс Просто Дико Не Везет Просто Как-то Чудовищное Какое-то Невезение Надо Хотя Свои 2000 Накидать В этом Бое Обязательно Так Сейчас 54 Попробуем Посветить Там Такое Тоже Может Быть Ребят Чтобы Понимали Просто То есть Просто Не Везет Куда Ушел Снаряд Я Не Знаю Так Надо Короче Я Не Знаю Что Делать Потому Что Иначе Без Урона Урона Нанесено Тысяча Только Было Было У меня ХП Я бы Сейчас Просто В Наглую Выехал И Вдал Но У меня ХП Вообще Нет Даже Ста 2 Заваншот Это Большая Вероятность Так Я В свете Значит 49 Там Стоит И Ждет Я Даже Выехать Не Могу Хорошо Так 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 Фейловые Бои Ребят Тоже Бывают Чтобы Понимали Да То есть Тут Просто Не повезло Антера Ну Хотя бы Свои 2000 Я накидал Дикие Фейлы Отлично Еще Дегенерат Меня Свой Убил В итоге Так, 1400 урона, 45 тысяч чистыми Да, ладно, попробуем еще разок Может быть получится Опять в топе, и без арты, кстати, обратите внимание Вообще, как бы отсутствие артиллерии при игре на этом агрегате Это очень большой плюс Потому что, еще раз говорю, ваншот То есть, шанса на ошибку нет Даже сплэш, упавший рядом с вами, это минус половина хп А если какая-нибудь топовая арта жахнет, то там она даже Ну, сплэшем она вас не убьет, но 900 там где-то может накидать То есть, но, поэтому, и контузии, да, плюс Поэтому, ребята, будьте аккуратны Будьте аккуратны Ну, тут без вариантов, на правый фланг надо ехать Потому что, ну, все-таки там как-то реализовать, мне кажется, себя получше Удастся На левом там особо нечего делать С тяжами перестреливаться как-то в городе я уж не хочу Еще, думаю, на этом танке очень сильно зариляет крутой экипаж То есть, с перками на динамику С стабилизацией прокачанной, да Там, с перками на обзор То есть, машина будет прямо, ну, сильно лучше Вот, и, конечно, если поставить доппайок Но танк, как вы видите, фармит, конечно, неплохо Но, все-таки, не настолько, чтобы катать на нем доппайок Хотя, если купить со скидкой по 10 тысяч, в принципе, можно Заморочиться Но, мое мнение, что все-таки лучше без доппайка катать Все-таки, я не понимаю смысла катать на премиумных танков на полгалде Да, ну, при полном фарше Все-таки премиумные танки у нас не совсем для нагиба Как чаще всего используются И все-таки хотелось бы Чтобы Ну, тут можно маленько зарашить, на самом деле Хотя, надо так, аккуратно у них могут быть там Да, может быть, там много Арты, конечно, нет Это, еще раз говорю, это очень большой плюс Но, все-таки, надо быть аккуратным Надо быть аккуратным Еще раз говорю, поскольку нет арты, можно, в принципе, и в наглую постоять даже Это не страшно Сейчас народ там, блин, с крепкими руками Все, зараза Вот видите, да, то есть То, о чем я говорил, баллистика какая-то странная То есть, я, конечно, сейчас зафейлил То есть, надо было стрелять Упреждение больше брать Но у меня устойчивое ощущение, что дело тут не только в этом Так, а что, все еще в свете, что ли? Странно, я, честно говоря, думал, что я уже пропал здесь Опасно, конечно, выезжаю, но Эту козявку надо было убить обязательно Потому что он просто всю малину обсирает Он не дает нормально выезжать И подсвечивает Поэтому Поэтому я и, скажем так, пошел на такой риск Ну, да, товарища, конечно Пробить тяжело Будет в рубку Сейчас я, наверное, маленько отъеду и попробую Вот это был фейл, честно говоря Во-первых, я не понимаю, почему, опять-таки, все еще в засвете Причем из-за кустов Был, то есть Что-то или его так страшно светят Это же ИС-3, у него же обзора-то вообще нет Чего он меня видит-то так далеко? То ли все-таки действительно я немного переоценил маскировку этой машины Но у меня все-таки вкачана маскировка на 100% Плюс камуфляж Не пробил, ну Это просто не фортануло немножко Хорош Вот видите, вроде маленько поподставлялся, а уже нет почти хп То есть Такая вот беда на машине есть Ну, как беда То есть то, что Хп очень быстро заканчивается Очень быстро убивают Надо быть аккуратнее Так, сейчас 3-4-ка может высунуться и мне вломить Надо аккуратнее Так Придется подъезжать ближе Ну, не очень я играю, честно говоря Предыдущий бой-то я вообще как мудлан сыграл Здесь получше, но все равно пока Не чувствую Надо понимать, чтобы на таких танках Вот, которые без брони такие Нужно идеально чувствовать машину Чувствовать уволенчики ее Чувствовать все Чтобы в любой момент ты знал То есть, да Как тебе, где ты можешь свеситься Где ты можешь отойти Блин, я вот сейчас подсветился Нет, не подсветился Повезло Я специально решил побольше боев записать Чтобы у вас, у всех Ну, у меня Бульдог меня не ваншотнет, конечно Этот Надо Так, секунду, ребят Что-то я тут задумался Побольше боев показать, чтобы вы оценили фарм Именно, вот что Потому что все берут Из-за фарма же, примерно, танки Обзоры, которые на ютубе есть Там один бой, лучше выбрали О, он там Я нафармил А как он реально фармит Ведь непонятно То есть, нужно играть Нужно разбираться То есть, поэтому Хоть я в свете Я, ребят, фз Где-то это говно стоит Там, в кусте Конечно, альфа 490 Это прикольно Блин, мы сейчас еще и сольем этот бой Ё-моё Высовываться тоже тут снова под ИС-6 Не очень хочется Ну, придется Все сливаются Я в шоке Борщ! Алло! Че ты стоишь там все еще? Ты фуловый вообще Че ты встал-то там? ФЦМ фуловый тоже Ну, сейчас мы базу берем Так что На нашем Как это? Время на нашей стороне Отлично Полторы тысячи кп Чувак потерял На пустом месте просто Хорош Еще сыграем один бой, ребята Потому что пока Ну, сами понимаете Что по таким последним боям Тут мало что можно понять Урона не очень много Ну, в этом бою 2002-то я настрелял Может быть, даже больше Ну, хоть победа Хоть победа 2800 Нормальный урон 67 Ну, вот видите, да То есть, как бы Тут, конечно, по чужому засвету постреливал Да, но все равно То есть, как-то Ну, не знаю То есть, как-то Мне кажется, то, что У танка Откровенно занижен Коэффициент фарма То есть, давайте Последний бой Четвертый Для полной картины Ласвель Ну, вот, наверное Одна из самых Неподходящих карт Для этого танка Потому что На этой карте Рулят все-таки Машины для ближнего боя Да, потому что Ну, основное мясо Все в городе Там, да Но Как-то у них 2 Е25 Светляки И что-то я на центр Не хочу ехать Опять-таки, говорю ХП нету Я плюс сам Не самый незаметный парень Да и обзор у меня Так себе Поэтому Как-то ехать там Куда-то в пуст Там пытаться Что-то просветить Это плохая идея Вот Отстреляться По засвету Нашей, например Ёлки Если она там встанет Это можно Попробовать сделать Ну, как вы видите Никакого суперфарма Тут нет То есть Да, неплохо Фармит машина Да, все хорошо Но Никаких там 100 тысяч В каждом бою Чтобы получать 100 тысяч Нам нужно 4 тысячи дамага Наносить Ну, понятно Что вы не будете В каждом бою Если вы не страйк Наносить Да, я думаю И страйк Даже 4 тысячи дамага Вряд ли вывезет Среднего на этом танке Да, то есть Я думаю Вряд ли получится У нас никто Не поехал На подсвет На центре Поэтому Толку там Доехать тоже нет Конечно Если бы эта машинка Была еще пониже Немножко Да, она реально Большая То есть Ее размеры Они Серьезные Была бы она С борщ размером Было бы, наверное Позабавнее Но В принципе Даже так Опа Я в свете Ой Ща бы мне не надавали Опа Хорош Видите Что-то не то с баллистикой Снаряд Снаряд летит Как-то странно Кто-то блайнит Судя по всему Это 13.75 Или кромвель И как вы видели Меня, кстати Этот чайф Засветил Очень Из большого расстояния То есть То Та беда Что, как я говорил Маскировка у танка Все-таки Не очень, да Она действительно есть Получаствовать Не засветился Но тут как бы Было там 420 метров Где-то до него Так, отлично Два светляка Минус Я, правда, получил Ненужный урон Совершенно какой-то Непонятный Поэтому нужно быть Аккуратным У нас плюс Город вообще пустой Никто не поехал Эти мудаки Все стояли И стреляли Непонятно зачем То есть При том, что Тяжи должны Ну, даже идиота По-моему, понятно Что тяжи должны Занимать город Быстрее По таймингам, да Но в итоге Все забили Хер на тайминг Блин Неудачно Неудачный отстрел Так, 44-ку Надо пойти Попробуйте Прокину Блин ИС-3 сливается В сухую 44-ки Я вообще не знаю Как эти люди играют Я, конечно, сам Дно Но Но это ребята За гранью добра и зла Как можно на ИС-3 Отсасывать его 44-ки По КД причем Ну, это я так Думал Вдруг там Заборщики Где-нибудь Есть Какие-нибудь Так У них, кстати Буратос Есть Нужно быть Аккуратно Да куда Снаряды-то летят Это Или там Забор Они так Сломались Все снаряды Ёлки-палки А Вот Видите Борщ уже Ой, борщ Говорю Буратос Взял меня В оборот Все Надо валить Из города Тут ничего Все Наши Все Два Мудака На ИС-3 Вообще Ничего Не сделаем Е-25 Зачем ты туда едешь Зачем ты туда едешь Ты хочешь остановить Раш Пяти танков Восьмого уровня В одну каску Надо отступать И долбить Сейчас Когда они будут Поджимать Вот и все Сейчас Попробуем Тут Он не должен Меня засветить В принципе Е-25 Ты его шугаешь Совершенно Не нужно Его шугать Сейчас Афилес Тут Еще Это ИС-3 Ребята Танк Который Не пробивается Даже С 250 Пробоя Все Это Слив Это Слив Это Слив Это Уже Понятно По-моему Все Видите Долго Как-то Летят Снаряды И Какая-то Говеная Баллистика Что-то Не так С ним Все Меня Сейчас Убьют И даже Уехать Не успею Но Я не знаю Как эти ИС-3 Кому Они Слились Притом Что Противники Не особо Коцанные Все То есть Как вы понимаете Танк Если нет Укрытия Если нет Возможности Как-то Играть Через Башню Хотя Через Башню Особо Тоже Не Поиграешь То Танк Не Живет То есть Он Не Может Ничего Один Вот В чем Основная Беда То Что Тот же ИС-6 Он Может Один Этот Танк Один Не Может Ему Нужна Постоян Помощь Какая Поддержка Чтобы Его Постоянно Как-то Ну Прикрывали Вообще Все Все Попрятались Я Никого Не Вижу Вообще Неужели Странно Пробился Обычный ИС-3 Я Вообще Никуда Пробить Не Могу Никакую Проекцию Попробуем Еще Раз Так То У них Там Не Особо Жесткие Ребята 368 Урон Были Серьезно 368 Это Что Такое Какое Новое Слово В Жанре 368 Дамаг По мне Еще У меня Никогда На этой Херни Еще Не Вылазило Это Просто Ребята Жесть Какая Это Не То Что Ниже Среднего Это По-моему Минималка Вообще Просто Минимальная Минимальный Урон Возможный Вообще Все У нас Уже С той Стороны Сейчас Приедут Там Уже Вломят Да То есть Тут Надо Еще У меня Грохнет Ой Блин Вот Этого Я Не Ожидал Ну Хоть Что-то Под конец Пострелял Ну Союзники Просто Конечно Тут Жесть Но Сейчас Посмотрим То есть Тысячи Опять Таких Где-то Ну Три Где-то Две С Половиной Должно Быть У меня Настреля Например То есть Как вы Понимаете На этом Танке Можно Даже В таких Боях Ну В основном То есть Если Конечно Вам Он Он Если Если Вот Тот Выстрел Мой По ИСу Третьему Был бы Нормальный Да То есть Он Был бы Уже Мертвый Был Возможно Мы Затащили Я думаю Что невозможно А скорее всего Затащили То есть Не дотащили Совсем Чуть Чуть Но Я Не буду Вас Мучить Наверное Ожиданием Конца Этого Боя Просто Покажу Результат Так Давайте Посмотрим Три Двести Хороший Урон Ну На Восьмерке Нормальный Естественно В топе По урону Да Почти Семьдесят Тысяч Ну Нормально Но По мне Вот Что-то Не то Ребят Сумно Еще Четыреста Насветил Три Двести Но Я ХЗ В общем Танк Очень Хороший Это Отличный Танк Это Наверное Лучший Премиум Танк В игре Действительно Сейчас У него Как бы Минусов Нет У него Есть Особенности Только Еще раз Говорю Если Хотите То Не Провороньте Потому Что Я думаю Вряд ли Его Повторно Будут Вводить В игру Потому Что Это Жесть На этом Все Вот Такой Мой Большой Объемный Мощный Обзор И С мощной Теоретической Частью С Большим Количеством Практики Не Подстроенной То есть Без Всяких Там Выбора Лучших Боев Вы Видели Все Как Есть Как Я Играю Игрок С 57% Побед Типа Меня Средний Как Он Может Играть На этой Машине Давайте Посмотрим Какой У меня Урон Надо Ребят Сказать Что Один Бой Я Вчера Я Не Ливнул Я Вышел В Бой Мне Позвонили Был Важный Звонок Поэтому Я Весь Бой Простоял На Респе Поэтому Один Был Слип По идее Урон Должен Больше Сейчас Посмотрим 2400 У меня Урон На нем Пока Средний Ну То есть Где-то 2500 Если Вот Тот Бой Убрать Я Хотя 1200 Бы Накидал Там Вообще 0 2500 Где-то У меня На нем Примерно Было бы урона Может быть Даже 2600 То есть Агрегат Еще раз говорю Достойный Говорю честно Как есть Если понравилось Если Было полезно Если вы приняли Для себя решение Благодаря моему Видео Ставьте палец Вверх Подписывайтесь Всем до Скорого Всем пока